Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Григуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Услышать голос каждого глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями промышленного района, чтобы узнать о проблемах и помочь их решить в рамках проекта «Мой дом». Не только современная техника и качественный асфальт, но и высококвалифицированные специалисты. В Самаре продолжается ремонт автодорог. Без единого писка. С наступлением летнего сезона специалисты городских служб начали борьбу с самыми вредными насекомыми – комарами. На Петербургском международном экономическом форуме «Ростуризм» представил первые пять направлений нового проекта по созданию в стране сети национальных туристических маршрутов. Среди них тур-маршрут Самарской области «Жигулевские выходные». Это четырехдневное путешествие по региону, идея которого строится вокруг знаменитого бренда «Жигули». Эксперты туристической отрасли неоднократно отмечали растущий интерес к Самарскому региону. По итогам прошлого года наша губерния вошла в топ-10 национального туристического рейтинга. Новый проект – это маршруты по самым красивым местам нашей страны, с которыми смогут познакомиться все желающие. Напомним, Международный экономический форум проходит в Петербурге. Делегацию от Самарской области возглавляет глава региона Дмитрий Азаров. Глава города Елена Лапушкина продолжает встречи с жителями Самары в рамках партийного проекта «Мой дом». Одна из таких прошла в промышленном районе. Но перед этим мэр города осмотрела улицы и дворы района. Проехала по адресам, откуда поступили жалобы. О чем просят и спорят, за что борются и благодарят. Самарцы расскажет Светлана Кудрявцева. Услышать голос каждого. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями промышленного района и осмотрела объекты, на которые ранее поступали жалобы. Жильцы дома 17 по улице Железной дивизии показали главе, в каком состоянии находится входная группа, подъезд и лифт. Проблемы решали на месте в диалоге с представителями управляющей компании. Приняли решение, что первоочередно это ремонт подъезда на девятом этаже, на первом. После ремонта подъезда определяем сумму остатков и дальше встречаемся. У вас и этот дом и следующий дом? Нет, еще не наш. В границах улиц Силина и Ташкентской глава Самары осмотрела двор, который начали благоустраивать в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Очень большая помощь мы видим от администрации, управляющей микрорайоном, всегда с нами, всегда на связи архитектор. Все изменения вносили, всегда приезжали. Спасибо вам огромное. Меня радует. Я таких дворов уже так давно не видела. Больших, конечно, радует. Очень большой. Когда дождали. Большой двор. Ну дождались же. Некоторые жильцы дома 263 Паново-Вокзальной, где планируют расширить проезжую часть, выступили против строительства дороги. Однако Елена Лапушкина сообщила, что жители соседних домов напротив активно выступают за, поскольку на этом участке приходится подолгу стоять в пробках или объезжать через дворы. У вас в данной ситуации будет меньшинство тех людей, которые будут пользоваться этой дорогой, которая для города... Да, я согласна. Вот до этого дома дорога, да, проходит. А здесь она, ну, никак не проходит. Вот те дома стоят, все, весь трафик идет через эти дворы, потому что здесь нету проезжей части. Да, еще раз. Они, конечно. Вокзальный, веряю через тот тупик, через военный городок. Я понимаю неудобство, но, увы, город должен развиваться. Теперь появилась возможность. Обсуждение вопроса продолжили в 49-й школе, где глава города провела встречу с жителями. Однако здесь уже интересовались, когда начнут расширять новую вокзальную. И вопрос такого плана. Когда планируется строительство дороги от Московского шоссе до Новосадовой, по Ново-Вокзальной, и как далеко будет дорога расположена от дома 253. Договорились до следующего с активистом, да, что мы покажем проект жителям, расскажем, как будет проходить дорога, чтобы лишние опасения у вас снять. Я надеюсь, что все здесь присутствующие понимают, что эта дорога действительно необходима. Дома, которые располагаются чуть выше ближе к Московскому шоссе, задыхаются от того потока машин, и тоже есть риски людей сбить и так далее. Конечно, эту дорогу надо строить. Жители промышленного района задали главе Самары более двух десятков вопросов. Городские власти взяли их на контроль. Также в школе провели семинар с активом Советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Напомним, региональный проект продолжает помогать жителям в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Он создан по инициативе губернатора и секретаря Самарского регионального отделения партии «Единой России» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Поэтому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более двухсот таких встреч. В них приняли участие порядка семи тысяч активистов. Этот проект уже показал свою эффективность. Я это вижу на территории других районов, убеждена, что и у вас так происходит. И задача этого проекта, конечно, максимально объединить усилия, максимально донести информацию, какие-то новые знания, какие-то новые законы до всех активистов многоквартирных домов, чтобы вы могли с полным правом распоряжаться своим имуществом. А ваше имущество – это ваши дома. В помощь председателям МКД запустили ресурсные центры, где ведут работу по приему жителей и консультированию госжилинспекции. О них подробно рассказала координатор проекта «Мой дом» Ирина Качуева. Это наша с вами собственность. Мы в нем живем, в этом доме. Другого дома нам никто не даст. Если мы его не сохраним, то потом будем очень долго разбираться, почему у нас капает, течет и валится со всех углов. Поэтому давайте научимся управлять многоквартирным домом, задавать грамотные вопросы и получать те ответы, которые нам помогут решать проблемы на доме. Современная удобная платформа ГИЗ ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. Одной из таких плюсовых частей системы стала реализация возможности оплаты ЖКУ через систему ГИЗ ЖКХ. Мы часто с вами сталкиваемся с проблемой, особенно старшего поколения, это наличие тех же самых злополучных банковских комиссий. Вот эта система позволяет оплачивать, соответственно, без комиссии. Передача и показания приборов учета тоже удобно. Контроль за работами и услугами по дому. Управляющая компания обязана эту информацию размещать. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Николай Епифанов, События. Чтобы качественно отремонтировать городские автодороги, нужна не только современная техника и качественный асфальт, но и высококлассные специалисты. Картину самарских дорог меняют прежде всего профессионализм и ответственность людей, реализующих нацпроект безопасной качественной дороги. Следующий сюжет именно об этом. Наш корреспондент, побывав на самом масштабном объекте ремонта этого года, оценил и работу художников, и холст, и подход к делу. Работа интересная, ответственная, творческая. Это дорога своего рода, как художник, картину делает. То есть здесь надо с душой подойти. Холст, дорога, краски, асфальтобетонная смесь. Ну а кисти – это мы. Мастер Алексей Данилов в профессии уже пять лет начинал простым дорожным рабочим. Сейчас, пройдя школу жизни, за это время он отремонтировал в Самаре ни одну улицу и десятки километров автодорог, может с уверенностью сказать, что профессионализм приходит только с опытом. У него на руках диплом специалиста по строительству автодорог и аэродромов. Ранее трудился и на заводе, но своей взлетной полосой читает работу по специальности. В подрядной организации, которая много лет занимается преображением самарских транспортных артерий. Алексей Универсал, однако его конек – именно укладка нового покрытия проезжей части. Самый ответственный процесс в ходе ремонта. Это контроль качества, приемка, настройки асфальта укладчиков, углы атаки, настройки виброплиты трамбрующего бруса. Век живи, век учись. Это постоянно, каждый год постоянно вводятся какие-то новые параметры, новые ГОСТы, технику совершенствуется. Бригада мастера Алексея Данилова вот уже несколько недель ремонтирует большими картами автодорогу на улице Гагарина. От московского шоссе до улицы Победы. По национальному проекту – безопасные и качественные дороги. В этом году это самый протяженный участок – 4,6 километра из ремонтного списка, состоящего из 35 объектов. Сергей, давай слой посмотрим. Общая площадь работ только на Гагарина – 114 тысяч квадратных метров. Покрытие отфрезеровано. Люки инженерных коммуникаций, смотровых колодцев, дождеприемные решетки подняты на проектные отметки. Асфальтирование дороги в направлении города подходит к финишу. Свыше 44 тысяч квадратных метров в проезжей части уже со свежим покрытием. Выполнено около трети ремонтных работ. Далее бригада направит усилия на обновление дороги от московского шоссе в сторону улицы Победы. Работают круглосуточно. Самые трудоемкие операции, например, устройства нового слоя покрытия, организуются в ночные смены. Трудятся по погодным условиям, без ограничения движения автомобильного и общественного транспорта. Мастера, которые здесь работают, и сотрудники МБУ дорожного хозяйства, которые курируют и контролируют код выполнения работ, неукоснительные требования, соблюдение требований ГОСТов по выполнению работ, по подготовке основания, по укладке асфальтно-бетонной смеси, по температурным характеристикам, именно по той смеси, которая применяется. Это, наверное, одно из тех звеньев, важных звеньев, которая является составной частью хорошей дороги, которая будет здесь в будущем. И от мастера, от начальника участка зависит достаточно многое. Это внутренний контроль тех работ, которые производятся предприятием на том или ином участке дороги. Формирование штата специалистов, компетенция подрядчиков, подрядная организация, ремонтирующая автодорогу улицы Гагарина, к подбору и обучению кадров относится тщательно. На работу принимают дипломированных, ответственных, любящих в свое дело специалистов. Затем на постоянной основе ежегодно проводят курсы повышения квалификации, отправляют сотрудников на форумы, выставки и конференции, которые проходят в разных городах России. Поэтому за качество ремонта самарских дорог горожане могут быть спокойны. Директор подрядной организации Марат Гумеров в мастерстве своих подчиненных, в том числе мастере Алексея Данилове, уверен. Он сам разработал опытным путем технологические карты укладки данного нового асфальтобетона. То есть какие катки, сколько проходов должны проходить. И вот много улиц уже уложил по данной технологической карте. Довел ее до совершенства у нас. Готового специалиста такого не найдешь. Его надо именно учить, воспитывать в таком коллективе дружном, как у нас. Знак качества работы дорожных мастеров – срок службы автомобильных городских трасс. Улица Гагарина от ремонта до ремонта прослужила водителям 9 лет. С новыми технологиями и современными материалами, как того требует реализация нацпроекта, и, конечно, благодаря профессионализму и ответственности дорожных служб, вскоре появится еще одна обновленная, безопасная, качественная дорога. А впереди у мастера Алексея Данилова и других специалистов этой подрядной организации улица Авроры, участок от аэродромной до промышленности. На нем работы начнутся уже в ближайшие дни – сфрезерование изношенного покрытия. Сразу после завершения ремонта на улице Гагарина на Авроре стартует укладка нового покрытия. Каждый объект любимый. В каждый объект вкладываешь душу, с душой это относишься. Ольга Павловна, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Малярия и лихорадка западного Нила – это лишь те немногие заболевания, переносчиками которых являются обычные комары. Обработка парков, скверов, бульваров и набережной в Самаре от вредных насекомых вошла в заключительную фазу. Уже на следующей неделе специалисты планируют завершить работу, если капризная июньская погода не преподнесет очередной сюрприз. Смотрите подробности в репортаже Анатолия Головко. Сделать отдых комфортным и безопасным. Самарские дезинсекторы начали обрабатывать общественные пространства города от комаров. Объемы в этом году действительно впечатляют. Специалисты уже справились с вредоносными насекомыми на всех очередях Волжской набережной. Завершающей стадии – городские парки, скверы и бульвары. Всего в этом году предстоит обработать около 215 гектаров. На следующей неделе работы будут завершены. Не сликоррективы погода, поскольку стояла дождливая погода, соответственно, не всегда можно было проводить обработку. Поэтому немножко сроки были сдвинуты. Работы на обновленной вертолетной площадке в Управленческом тоже подошли к концу. Теперь жители и гости города могут наслаждаться изгибами Волги у подножия Жигулевских гор, не отвлекаясь на вредоносных насекомых. Для борьбы с комарами используют специальные препараты. По истечению 40 минут места, в которых проводили дезинсекцию, становятся полностью безопасными для людей и домашних питомцев. При этом эффективность препарата не снижается. Его химический состав позволяет справляться с комарами еще несколько недель после первичной обработки. Вот эти препараты, они где-то действительно держатся месяц. А по истечении месяца вот этого со дня обработки само по себе в природе становится меньше комаров. Этим летом городские скверы и парки будут подвергать только первичной обработке от комаров. По мнению специалистов, этого вполне достаточно для того, чтобы справиться с насекомыми в период их активности. А вот на Волжскую набережную дезинсекторам предстоит зайти еще дважды. Следующий этап уничтожения кровососущих пройдет в июле. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. Без канализации нет цивилизации. Под таким названием в Самаре проходит акция РКС Самара. Сотрудники предприятия к дому, где чаще всего происходят засоры канализации, привезли деревянный туалет. Таким образом, они хотят обратить внимание на правила пользования водоотведения. Только за прошлый год специалисты РКС устранили более 6 тысяч засоров городской канализации. Тему продолжит наш корреспондент. Во дворе 154-го и 156-го домов по улице Свободы появился передвижной туалет из десяток плакатов о том, что нельзя спускать в раковину, унитаз, в ванну. Самарские коммунальные системы решили привлечь внимание к глобальной проблеме и провели акцию «Без канализации нет цивилизации». Оказалось, не все горожане умеют правильно пользоваться домашними туалетами. Например, по указанному адресу аварийные бригады выезжают каждый месяц. «Специалисты по канализации вместо того, чтобы заниматься большими какими-то проектами, перекладками, реконструкциями, в конце концов, профилактическими промывками, труб вынуждены без конца ездить по одним и тем же адресам и ежемесячно, а то и несколько раз в месяц промывать, прочищать эти трубы». По правилам влажной салфетки, средства гигиены, полиэтиленовые пакеты, очистки, жир должны отправляться в мусорное ведро. Но зачастую и это, и многое другое достают из канализационных труб. «Когда пробиваем, мы достаем и показываем, что это же ваш дом, и вы к нему относитесь так, как вы хотите, и достаем, показываем, что там находится. Ну, люди посмотрят и говорят, ну да, мы исправимся. И на следующий день мы приезжаем опять у них за ссоры». Терпение аварийных бригад закончилось. В этот раз они к дому нарушителю приехали без вызова, но с уличным деревянным туалетом для тех, кто засоряет унитазы и раковины. Правда, желающих воспользоваться такими сомнительными удобствами и тем самым признать свою вину не нашлось. Акция «Без канализации нет цивилизации» пройдет во всех районах города. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События. Время для новых идей. В Самаре состоялась конференция предпринимателей Самарской области. Бизнес в эпоху перемен. Проблемы, тенденции и возможности. Бизнесмены вместе с представителями региональной и городской власти, а также депутатами обсудили ближайшие перспективы предпринимательской деятельности. Подробнее в следующем сюжете. Отличный момент для того, чтобы развиваться. Курс на импортозамещение открывает для российских предпринимателей возможности для расширения своих производств и открытия новых направлений в работе. Об этом говорили на конференции бизнесменов Самарской области. Очень большой курс на импортозамещение. Это первый. Второй момент, что у нас сегодня реально есть поддержка со стороны органов власти. Различные в том числе субсидии, фонды. Ну и самое главное, что предприниматели не боялись, они пробовали, ну и конечно же развивали производство внутри страны. Чтобы предприниматели не боялись рисковать, их проинформировали о федеральных, региональных и городских мерах поддержки бизнеса. Здесь не только предприниматели, но здесь и представители власти, здесь присутствует торгово-промышленная палата. Соответственно и мы, как депутаты, готовы оказать максимальную поддержку для развития производства на территории Российской Федерации, в том числе на территории городского Курга Самара. В обсуждении новых идей приняли участие предприниматели из всех муниципальных образований области. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. И поют, и пляшут. В Самаре подвели итоги конкурса «Танцевальный марафон» для детей с ограниченными возможностями здоровья. За победу ребята боролись в пяти номинациях, но без грамоты и подарка не ушел никто. Подробности в нашем сюжете. Они точно знают, что невозможное возможно. В Самаре подвели итоги конкурса «Танцевальный марафон» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Идея конкурса родилась три года назад, во время пандемии. Ребята присылали видео со своими выступлениями. Отбор проходил в онлайн-режиме. В этом году решили формат не менять. Участникам проще выступать в домашней обстановке. А во время подведения итогов конкурса ребята встретились, чтобы выступить на сцене и показать друг другу свои таланты. Сложно, когда проблемы с передвижением. И танцевать это сложно, но вдохновляет. И помогают и родители, и родственники, и знакомые, и животные. То есть все в сумме дает нам вот такой вот необычный танцевальный марафон. Чем ценен этот конкурс? Ведь здесь принимают участие не совсем здоровые дети, и которым может быть не всегда доступны сцены, где они могли бы проявить свой талант, свое, наверное, душевное выражение. Потому что в первую очередь, когда дети танцуют, конечно же, на мой взгляд, это душа танцует. Регина Хасаншина в конкурсе принимает участие не первый год. В этом году одержала победу. К выступлению готовилась тщательно, много занималась хореографом и сшила костюм. На конкурс представила татарский национальный танец «Чебата». Я его танцевала на разных конкурсах. Мне поставил этот танец мой хореограф недавно. Я ему очень благодарна. Сейчас хожу, выступаю с этим танцем. В этом году в конкурсе принимали участие 23 ребенка. Пять из них стали победителями в разных номинациях. Обаяние и артистизм, оригинальность исполнения, творческий подход, высокий профессионализм и эмоциональная выразительность. Но без внимания не остался никто. Ребят пригласили в кафе, всем вручили грамоты и подарки. А еще сводили на экскурсию в зоопарк. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. В Самарской области началась подготовка к фестивалю молодежного интернационального творчества «Арт-этномикс». С инициативой его проведения выступили Ассамблея народов Самарской области и Самарское казачье землячество. Суть конкурса в том, чтобы представители разных этносов, проживающих на территории региона, больше узнали о других культурах. Тему продолжит Виктория Шарая. Изучение другой культуры методом погружения в Самарской области началась подготовка к фестивалю молодежного интернационального творчества «Арт-этномикс». С инициативой его проведения выступили Ассамблея народов Самарской области и Самарское казачье землячество. Их поддержали областные и городские власти. Идеи конкурса – изучение культур национальности, представители которых проживают в 63-м регионе с помощью разучивания их песен и танцев. К примеру, немцы могут исполнить армянские песни, а евреи – станцевать татарский танец. Есть понятие присвоения, есть понятие освоения культуры. Присвоение – когда я посидел и посмотрел, как танцуют немцы. Это я посмотрел, я познакомился, я знаю, приблизительно видел, что это такое. Но для того, чтобы освоить, надо попробовать чего-нибудь самому на немецком или на татарском языке спеть, спрессать и так далее. И вот идея проведения этого конкурса как раз в том и состоит, чтобы этнические коллективы, этнические исполнители, исполняли не собственные этнические произведения какие-то, а произведения других этносов. Отборочные этапы конкурса будут проходить в течение полугода. Участники фестиваля могут выступать лично, либо представлять национальные центры, детские школы искусств, производственные предприятия. Возраст до 35 лет. Сначала пройдут межрайонные отборочные туры, а в завершении – областной. А второй этап, это уже областной конкурс, будет проводиться между победителями межрайонных конкурсов уже в городе Самаре. Конкурс пройдет в шести номинациях. Три из них индивидуальные – исполнение песни, танца, а также песни с элементами танца. И три такие же, но коллективные. Виктория Шара и Сергей Баскин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Самарском районе проводятся мероприятия по выявлению ликвидации незаконной торговли. В результате работы за последние два месяца составлено семь протоколов об административном правонарушении. Говорится в телеграм-канале района. Жителям и гостям города настоятельно рекомендуют не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли и стихийных рынках. Опасность на таких торговых точках представляет не только товар, происхождение которого, как правило, неизвестно, но и сами продавцы. Ведь они не проходят обязательное медицинское обследование и могут быть носителями серьезных инфекций. В телеграм-канале администрации железнодорожного района информируют жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей. На территории города до 31 октября действует особый противопожарный режим. В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах. А также проведение работ, связанных с разведением огня, на территории лесных участков, граничащих с районами города. А в Куйбышевском районе в преддверии профессионального праздника проводятся торжественные мероприятия, на которых чествуют тех, кто доблестно выполняет свой медицинский долг, говорится в телеграм-канале. Глава района Алексей Коробков поздравил коллектив городской больницы номер 10 и вручил сотрудникам благодарственные письма. С приветственным словом через аудио поздравление к коллегам обратился главный врач медучреждения Дмитрий Лисица. Сейчас он с гуманитарной миссией находится в ДНР в городе Снежное. В телеграм-канале Кировского района предлагают жителям и гостям города принять участие в акции «Зажги свечу памяти». 22 июня в День памяти и скорби по всей России ночью зажигаются свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Самарцы смогут почтить память героев, присоединившись к российской онлайн-акции «Свеча памяти» на сайте деньпамяти.рф. Также на сайте размещена интерактивная карта, на которой можно посмотреть, сколько свечей зажгли в каждом регионе. Телеканал «Самара ГИС» запускает новый конкурс в честь своего 15-летия. Поучаствовать в нем и побороться за подарки смогут все жители столицы губернии в возрасте старше 16 лет. Пройдет конкурс с 16 июня по 31 июля этого года. Условия предельно просты. Подписаться на группы телеканала «Самара ГИС» в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления телеканала «Самара ГИС» на электронную почту конкурссобакасамарагиз.ру, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самара ГИС 15 лет» на своей странице во ВКонтакте. Подведение итогов конкурса состоится 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», на страницах в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»